Для кого-то социальные сети – это просто развлечение, для других – трамплин в популярность, основной источник дохода или возможность поделиться с миром самыми яркими мыслями и новостями. О том, что происходило в сети на протяжении минувшей недели, расскажем вам прямо сейчас. Всем привет! Сабриная Назри и Фируза Хафизова выходят замуж. Нет ни друг за друга и даже ни за одного мужчину. Это отдельные мероприятия. Богатые тоже плачут. Некоторые даже слишком часто. Почему Зулайхома Матшоева называет себя плаксой? Скучали по мигрантам? Получите двойную порцию. Нет, я не про прилет наших кормильцев чартерным рейсом. Я о двух новых эпизодах сериала «Мигранты» на YouTube. Сафар Мухаммад поделился тизером своего нового клипа. Видеоряд завораживает. Манижа Сангин стала послом доброй воли по делам беженцев и сняла клип «Город солнца» о том, как страшно уезжать. Фарух Хасанов продолжает покорять сердца на YouTube. Как и чем он шокирует иностранцев? Шабнам поздравляет дочь с 20-летием. На пасти 2020-го не выдержал даже такой проект, как «Дом-2». В конце прошлой недели стало известно, что его закрывают. Но если для тех, кто строил свою любовь на глазах у нескольких стран, конец года не задался, то у мигрантов он выдался очень даже удачным. Но, правда, не у реальных, а сериальных. В ноябре на YouTube был запущен сериал «Мигранты». Одной из главных ролей играет таджикский юморист Фарух Сангинов. Не подходит? Я же говорю, он очень занят. У нас даже пословица есть. Когда я ем, я очень занят и не могу подходить к телефону. Соуса осталось на один день, не больше. Создатели отнесли свое детище к жанру драмеди, то есть драма и комедия в одном флаконе, точнее в каждом эпизоде, коротеньком и выходящем всего раз в неделю. На это в основном и стали жаловаться зрители, которые оценили и игру актеров, и сюжетную линию. Только вот серия, длиною от 12 до 17 минут и ожидание следующего выпуска в 7 дней, жутко расстраивали многих. На прошлой неделе создатели отреагировали на подобную реакцию и запустили на YouTube сразу две серии, успев ими не только насмешить зрителей, но и приправить сценарий любовной трагедией. Но что там киношная лирика, когда разбитые сердца сплошь и рядом встречаются и в реальной жизни? Таджикский блогер Рафаэль Гулов в новом выпуске своего шоу «Таджик Бача» пообщался с певицей Зулайхом Амадшоевой. Сказать, что героиня программы легко делилась откровенным и сокровенным, не могу. Уходила от многих вопросов, меняла темы, однако от самого Рафаэля мы все-таки узнали многое. Например, что певица очень эмоциональна, довести ее до слез не составит труда. Я плакса, призналась Зулайхо. Хотя для печали были и веские причины. Год назад Зулайхо развелась со своим мужем. Причина – ревность. Любовь, возможно, еще не остыла до конца, но подогревать ее певица не собирается. Сжигать мосты – так до конца. Отсюда и название ее последнего альбома «Наме Бахшам», что означает «Не прощу». А вот кому всегда открыты двери в сердце певицы, так это ее подруги, наставницы и верному плечу Манижеда Влатовой, которая практически появилась в кадре этой программы. Но нет, на экране мы ее так и не увидели, хотя ее голос все-таки прозвучал. А вот на YouTube-канале «Джило Ти Джей» на прошлой неделе прозвучал голос талантливого исполнителя Фаруха Хасанова. Кто-то знает парня по проекту Central Asia's Got Talent, а кто-то по чат-рулеткам. В отличие от русской рулетки, тут все безопасно. Чат-рулетка – это сайт, позволяющий анонимно общаться с помощью видео. То есть вы попадаете на случайного незнакомца и начинаете с ним общаться. В любой момент вы можете попрощаться и поискать нового собеседника. Хасанов в чате так называются выпуски Фаруха, где он то руку и сердце предлагает незнакомке, а она отвечает ему «да». То, как и на прошлой неделе, притворяется человеком без голоса и слуха, начинает петь с незнакомцем в сети и наблюдает за их реакцией. Особо забавляет, когда Фарух со свойственной ему невозмутимостью уточняет «Это я на английском пою» и продолжает петь так, что твои уши начинают кровоточить. Кстати, удивляет лояльность случайных слушателей. Несмотря на то, что Хасанов нарочно не попадает ни в одну ноту, никто его не хейтит и не критикует. А напротив, все произносят слова поддержки и советуют развиваться в этой сфере. Но сразу после их одобрительных реплик, Фарух дает жару и поет так, как на самом деле умеет. И тут все понимают, что перед ними профессионал, который их просто разыграл. Атмосферой не розыгрыша, а радости и счастья был пропитан недавний пост Шабнаме Сурайо. Ее дочери исполнилось 20. Как быстро летит время. Шабнам поздравила Шерифа Мох с ее днем и опубликовала памятную видеоподборку. Ностальгия, да и только. Мастер Исмаил походу тоже ностальгирует по олдскульному рэпу. Вместе с Маэстро на минувшей неделе они записали трек и клип на него, обратившись в тексте к новым таджикским рэперам с просьбой не портить старый добрый таджикский рэп. Исмаил, несмотря на то, что давно отошел от музыки, не утратил навыков быстрой читки. Годы практики дают о себе знать. Сафар Мухаммад в Инстаграме представил трейлер своего нового клипа, который, по всей видимости, по качеству съемок и сценарной линии не уступает плодам современного мирового кинематографа. В клипе задействованы известные таджикские актеры и блогеры. Мохпайкар Йорова, Рафаэль Гулов, Ильхом Джон Фозилов, Умет Исоев, Азамат Ризоев и многие другие. Локации шикарны, эмоции зашкаливают. Музыка завораживает. А ведь это только тизер. С нетерпением ждем выхода самого клипа. А вот от Манижи Сангин новинку мы уже дождались. Не так давно Манижа стала послом доброй воли по делам беженцев. И этой теме музыкант посвятила и свой новый клип под названием «Город солнца». Он о том, с чем сталкиваются люди, вынужденные покинуть свой дом. Монтажом занимался младший брат Манижи Шерхамраев, режиссером выступила она сама. Это клип о таких, как я, говорит Манижа, о тех, кто был вынужден покинуть свой дом. Что забирают с собой те, кто туда не вернется? Что самое ценное? Воспоминания. Часто это единственное, что остается у беженцев от дома. В клипе использованы домашние съемки из детства певицы, кадры хроники гражданской войны в Таджикистане, которые она видела по телевизору, а иногда и из собственного окна. А вот что возможно, так это свадьбы Ферузы Хафизовой. Кажется, она снова выходит замуж. Певица намекнула об этом на своей страничке, причем сделала это с хорошей долей юмора. Она опубликовала пост, в котором написала «Девчонки, выходите замуж! Ни один мужчина не должен оставаться безнаказанным». Интересный призыв сопровождается фотографиями и видео, на котором Феруза делает поклон, а в комментариях все поздравляют ее со свадьбой. В скором времени замуж выходит и Сабриная Назри. Ее страница забита фотографиями и видео, на которых она в красивых нарядах приветствует дома гостей, делает традиционный поклон и принимает поздравления. Жениха зовут Абдуло. Свадьба состоится 23 декабря в ресторане «Якосарой» в Душанбе. Сабриная Назри является известным блогером. 630 тысяч подписчиков явно свидетельствуют о большой популярности бывшей телевизионной журналистки и светской львицы. Сабрина часто проводит яркие мероприятия, но пришла пора быть на свадьбе не ведущей, а главной героиней – невестой. Поздравляем молодых и желаем им искренней любви, взаимопонимания и бесконечного счастья. Таджикская модель впервые попала в журнал Vogue. Декабрьский номер Vogue Arabia вышел с дебютной коллекции дизайнера Нуры Салейман на обложке. Лицом модного показа на страницах одного из самых популярных журналов о стиле стала таджикская фотомодель Карина Кумил. Бумажную копию можно найти только в Дубае, а вот электронная версия доступна на сайте журнала. Карина ликует и рассказывает изданию «Спутник». Я стала первой таджичкой, попавшей в Vogue. Мои фото разместили в журнале, на сайте и в соцсетях. Такого масштаба в Таджикистане еще не было. Новый выпуск Vogue был посвящен Саудовской Аравии. На сегодня у нас все. Прощаемся с вами ровно на неделю, чтобы в следующий понедельник рассказать о том, чем удивили, порадовали или заинтриговали таджикские жители Инстаграма, Ютуба и других социальных сетей. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!